Всем привет! У нас утро. Мой юный химик уже химичит. Но вообще утро началось не с того. Покажи свой пальчик. Короче, утро началось с сдачи крови с пальца. Алиска молодец, вообще не плакала. Вот, ей не нравится, когда с веной берут, а с пальца, то она нормально к этому относится. Вот, потому что мы поехали опять к врачу спрашивать все-таки, надо ли пить антибиотик. Мы же вчера были не у своего доктора, а у частного. Вот, а сегодня к своему семейному. Поехали, он послушал, говорит, я лично хрипов не слышу в легких. Говорит, скорее всего, это прохрипывает из-за носа. У нее с носом очень плохо. Вот, и говорит, может даже и кашляет она из-за носа до сих пор. То есть там по задней стенке стекает что-то, и вот получается кашель. Потому что кашель нечастый, не навязчивый. Он говорит, я тоже противник антибиотиков, потому что говорит, потом они не сработают, когда действительно будут нужны. Поэтому лишний раз их лучше не давать. И я аж приехала, говорю, ну не хочется мне давать антибиотик, температуры нету. Кашель реже стал. Ну, явно ребенок выздоравливает. Ну, говорю, вот мне так и так написали хрипы и все. То мы, он говорит, давайте на всякий случай анализ крови из пальца сдадим. По анализу точно будет видно, надо ли давать антибиотик. Вот, так что мы вот так и сделали. Так у нас началось утро. Мы еще не завтракали. Мы просто подорвались, съездили к врачу и теперь немножечко больше уверены в том, что правильно лечим Алиску. Вот. А юному химику явно пора какие-то настоящие опыты делать. Да? Будем в школу играть, ведем урок химии. Уже слайм получился. Слайм получился. Есть у меня вот такая книжечка. Я уже не помню, откуда она у меня взялась. В ней всякие интересные эксперименты, как раз таки, которые немного похимичить можно. Да? Вот зубная паста для слона. Видимо, будет вылазить из бутылки. Дунь в бутылку. Поспорь с кем-нибудь из друзей, что он не сможет задуть бумажный шарик в пустую бутылку. Выигрыш тебе обеспечен. Почему так? Бутылка заполнена воздухом. Поток воздуха, направленный на бумажный шарик, обтекает его и создает внутри бутылки повышенное давление, которого достаточно, чтобы вытолкнуть легкий шарик наружу. Понятно? Можно поспорить, что не сможет вдруг задуть шарик внутрь бутылки, и он действительно не сможет этого сделать. В общем, интересно. О, прикольно. Налей в стакан кока-колу и оставь ее на ночь. Утром вылей колу. Яйцо стало коричневым. Почисти яйцо зубной пастой, чтобы оно опять побелело. Надо будет с Алисой так пошутить. Надо будет это сделать. Взять коричневое яйцо. Написано, почему нужно чистить зубы. Это можно очень классно прикольнуться. Читаю тут, делаем леденцы. Думала, что тут конфеты из сахара делают. Ну, как обычно это делают. В принципе, так все и есть. Но почему-то в конце написано, через неделю у тебя появится леденец. Что? Почему через неделю? Фу, опыты с настоящими червяками. Как они в банке ходы роют наблюдать. А вот это уже прикольно. Солнечная печь. Можно сделать такую штучку, в которой благодаря солнцу разогревать еду, как в микроволновке. Это может быть полезно даже во время войны, например. Вот сидит человек в укрытии, выставил такую штучку с бутербродом и съел горячий. Обалдеть. Тут интересные есть опыты, конечно. Самодельная слизь. В общем, мы с Алисой это поизучаем. Магнитный виноград. Перископ своими руками. Бурлящий фонтан. О, ну это с ментосом. Ага, да. Я поставила камеру на окно, чтобы записать вам, как воробьи привели своих родственников. Их теперь очень много прилетает. Они садятся на орех. И у меня такое ощущение, что орех у нас в листьях. Столько воробьев бывает прилетает. И вдруг в один момент они все вспорхнули и улетели. Чего-то испугались. Я вообще не поняла, что случилось. А потом смотрю, идет рыжий кот. По крыше гаража. Я такая сразу на кухню бегом. Где Симба? Где батон? Я же боюсь, когда их выпускают. Ну, нечаянно могут выпустить. Специально никто сейчас не выпускает. Я боюсь после того, что с Умкой случилось, чтобы они не отравились. И мы стали присматриваться и поняли, что это не наш рыжий кот. А что это рыжий кот наших соседей. И это брат Симбы. Потому что тогда они подобрали одного из четырех, а остальных троих мы подобрали. Так что брат Симбы захаживает к нам во двор. Тоже гуляет у нас по гаражу. И сегодня я его впервые увидела. Очень похоже на Симбу. Он когда сидел задом, я реально подумала, что это выбежал Симба. Очень сильно испугалась. Ну, воробьи потом вернулись. Продолжили кушать. Синичек мало прилетает. У меня такое ощущение, что воробьи их не пускают. Я уже подумываю о том, чтобы поставить несколько тарелочек в разных местах. Может быть, из одной будут синички кушать, из другой воробьи. Потому что воробьи явно тут крышуют территорию. И учитывая, как каждый день удваивается их количество, мне кажется, скоро их будет еще намного больше. Ну, мы с вами посмотрим. Но я очень рада на самом деле, что мы зимой в мороз можем вот так помочь птичкам, чтобы они перезимовали. Мне очень приятно, что они прилетают, кушают. Вот. И хочется, конечно, и синичек тоже покормить. Мы с Алиской с удовольствием наблюдаем за воробушками. Боимся их спугнуть. Подходим так потихонечку к окошечку. И смотрим, как они кушают. И все время же досыпаем, досыпаем. Мне кажется, что они кушают больше Пети. Это Петин корм специальный. Там разные зернышки и полезные птичкам. И им очень сильно нравится. И, в общем, Петю они обедают конкретно. Придется теперь в два раза больше покупать корма. Такими большими мешками. Такие есть. Есть и по 25 килограмм, и по 50. Вот опять их кто-то напугал. Они как допугаются, они все вместе сразу же улетают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, у меня сегодня очень грустный день, потому что я очень много смотрела записей с камеры. Там, где Шумка был жив, они бегали вместе с Луной. Каждую ночь, начиная с Нового года, каждый день я просматривала, сегодня сидела. И знаете, такое двоякое ощущение. С одной стороны, так приятно видеть, как раньше. Две собаки бегают по двору, спят, едят, общаются, Петя ходит. Понимаете, это была наша привычная жизнь, что Луна и Умка гуляют себе во дворе. И вот смотришь на это, и как будто бы ничего не изменилось, и все так же, и все хорошо. А с другой стороны, это было очень страшно, потому что каждый раз, проглядывая с каждой камеры записи, я ждала видеть, как Умка угасает, как ему становится плохо, все хуже и хуже. Ну и на самом деле, это все, конечно, увидела. И скажу вам откровенно, Костя только сегодня отвез все эти материалы в полицию. В общем, мы с ними договорились, что мы все это списываем с камер, им привозим. Но, разумеется, списать с такого количества камер, такое количество видео. У нас очень много камер, я даже не помню, сколько, то ли 8. И надо было списать за каждый день, за каждую ночь. Короче, в общей сумме Костя записал 150 гигабайт, и только сегодня он отвез их в полицию. Почему я не говорила этого раньше? Может быть, и пересмотрелась каких-то там детективов. Но у меня была мысль, вдруг тот человек, который это сделал, он смотрит мои видео, и он будет знать, что мы еще не передали материалы, и решит как-то нам помешать это сделать. Это, конечно, все звучит, ну, так очень, знаете, по какому-то киношному и по невероятному. Ну, а вдруг это был все-таки не Догхантер, а какой-то хейтер реально странный, который понимает, что он попал на камеры. И поэтому я ничего не говорила, пока мы реально уже не отвезли это все дело в полицию. Теперь, когда оно уже все реально там, уже можно без страха говорить. Вот. Ну, у нас, конечно, остались копии, мы это тоже все пересматриваем. И у меня очень-очень грустный день из-за этого. Я все вспоминаю, у меня все перед глазами стоит, весь этот день прокручиваю. Что было, как было. Вот, знаете, у нас ночевал Сережа. Мы проснулись, я занималась с детьми. Вдруг зашел Костя. Знаете, как-то так это все произошло. Вот он заходит с таким лицом печальным и говорит, что-то у Мки плохо, его шатает. Я говорю, ну, едьте скорее в ветеринарку, я останусь с детьми. Как-то все это так вот быстро происходило, как-то невероятно вообще. Я не была готова вообще к тому, что такое может произойти. И когда они вернулись обратно, мне вдруг Сережа говорит, тетя Лена, занесли у Мку. Я даже не сразу сообразила, что значит занесли. Потому что я ведь еще не видела, что ему плохо, что он там шатается. Это же все резко случилось. И когда Сережа сказал занесли, у меня первая мысль, неужели все настолько плохо. Я побежала в коридор, я смотрю, он реально лежит, пытается подняться, но хвостиком виляет, всех узнает, воду пьет. Ну, как бы думаю, ладно, ветеринары отпустили, значит все не так плохо, значит все будет хорошо. Ему что-то накололи, накапали. Как всегда мы поверили врачам. А в нашей жизни надо привыкать к тому, что врачам верить нельзя, что надо ходить по разным врачам. И вообще самому надо быть готовым спасать. В общем, самому надо какое-то медицинское, иметь элементарное образование хоть какое-то. И мы как всегда поверили, что поскольку собаку привезли домой, в лапе стоит катетер, то есть что-то сделали, по-любому не дадут же ему умереть. Раз его отпустили домой, значит не все так плохо. И в этот же вечер, вечером собаки не стало, понимаете. И все. И все, что мне сказали, это то, что так быстро, только от яда он мог умереть. При том, что у него там была пена с кровью, это означало, что у него яд этот разъел желудок. Ну, это как подтверждение тому, что он от этого умер. У меня до сих пор в голове не укладывается, вот вообще, что умки нет. Вот у меня... Так, только не плакать. У меня полное ощущение, что сейчас открою дверь, он заскочит, я ему дам творожку, что он там сейчас заводит под сирену. Ну, в общем, все. Все, все, все. Не буду плакать, потому что знаю, что вы тоже расстраиваетесь, тоже его сильно любили, и я не хочу, чтобы вы плакали постоянно. Это нехорошо с моей стороны. Вот, в общем, день у меня тяжелый, и мы сидим все время дома. Если бы мы еще могли как-то отвлекаться, вот Катя сейчас в Киеве, там, по работе, по учебе. Она и фотографирует там, и практику проходит. В общем, она занята полностью. Я думаю, что ей легче этот период дается, хотя она тоже очень сильно переживает. Настя сейчас вообще в Карпатах, у нее там куча друзей, она с ними отдыхает. Я думаю, что тоже для нее, ну, этот период будет легче, чем вот так вот сидеть дома. Все это вспоминать, прокручивать в голове. Знаете, сегодня генерально мыло коридор. Какое место не мыло, вспоминала, как там лежал Умка. То в одном месте, то в другом, то на диванах. Вспоминала это третье число. Это очень все тяжело. Я не знаю, как это вообще пережить, когда это пройдет. Это был член семьи. К счастью, сегодня очень много Костя возится с Алисой. Сережи нет, и Костя снова начал общаться с ребенком. Потому что, когда был тут Сережа, то Костя уже как-то, ну, больше занимался другими делами, а Алиса была с Сережей. Вот, как бы, как бы Костя там не вмешивался, не мешал им, они его что-то вместе играли все время. Мы только так слегка наблюдали, чтобы все было нормально. Вот, а теперь, когда Сережа к нам не ходит, потому что Алиска болеет, да и она даже выздоровеет, мы попросим его еще не ходить неделю-две, чтобы хоть немножко у нее иммунитет поднялся, потому что это ужас. У нее, вот сейчас уже вечер, и у нее 37,5, опять температура. И я уже не знаю, что думать, потому что, вроде бы как, анализ крови хороший, ну, как хороший, вирусный, анализ крови вирусный, ну, в смысле, антибиотик пить не надо, бактериальной инфекции нет. А температура опять поднимается. Может, это из-за того, что мы опять-таки вышли на улицу, поехали к врачу. Может, ей надо дома отсидеться, я не знаю. Может, у нее уже из-за носа начинается температура. Ой, в общем, сложный, тяжелый период. Сегодня ночью обещают еще какие-то, возможно, опять ракетные атаки. И, я не знаю, такое ощущение, что просто мир вокруг рушится просто, понимаете, вот все, все, что ты любил, эту мирную жизнь, людей, собаку свою любимую, все, все пропадает, люди становятся злыми, мир жестоким, все просто как будто бы разрушается. Ну, в общем, не знаю. Вот такое вот настроение. Сегодня Петя снова ночует дома. Он весь день гулял во дворе. Его вот только принес кости. Я сверху уже кошкам постелила вот такую пушистую штучку. Что, Петька, ты как будто злишься, что тебя принесли домой. Что, не нравится? Хочешь назад на улицу? Злой какой-то вернулся, но чистый. Вот, а гулял он весь день, потому что у нас был ноль, ноль минус один сегодня. То есть, у нас резко поднялись, поднялись градусы и стало тепло. Ну, если это, конечно, можно назвать тепло. злюка, гляньте. Злюка какой. Петя, ты что такое злюка? Гулял он, как всегда, возле лимона. Да, Петя? Я пришла кормить улиточек и меня просили показать, какие они уже стали большие, поэтому решила их заснять. Вот так любят висеть вниз головой. Взяла, просто перевернула. Вот, можете посмотреть, какие они уже большие. Они реально очень подросли. И, кстати, очень любят кабачки и огурцы. Ну, еще, конечно, очень любят вот эти рачки сушеные. Так, приятного аппетита. Ленивый кот, как всегда, пьет лежа. Там уже тоже сейчас надо воду будет поменять. Я не понимаю, почему он ест и пьет лежа. Это первый кот такой у нас. Симбы. Вот такие вот они уже. Я не боюсь их брать на руки, я их люблю. Мне они очень нравятся. Вот. Уже куда-то бежит. Куда бежим? Путешествуя по большому пальцу. Эта улиточка решила нам даже мордочку показать. Смотрите. Поднимает вверх. Да? Шейку свою такую красивую. Ох и красивая. Длинно шея ей животное. Смотрите, какая. Грациозная. Да? Кто там чихнул? Кто-то из котиков чихнул. Ну такие вот уже улитки. Классные. Так, ну что, у них поедание кабачков. Пойдемте покормим Хомку нашего еще. Так, Хомка себе тут намотал. Намотал всего так много. Хом, ты спишь? Детям шпишь? На, кабачок. Конечно, хомяки ночью активничают. Но на кабачок он решил проснуться. Да, Хом? Все, кабачок идет в домик. Да, забирай, забирай, да. Тебе тут еще один положу. И тыковку Хом. Хомка, хоть чуть-чуть покажись. Не хочу портить его труды. Лисеночка, останови. У нас уже вечер. Симба пришел к Алисе, мурлычет. Сразу видно, что ее кот. Мимо меня пробежал. И все, думал, как к ней запрыгнуть на кровать. Потому что я свою кровать отодвинула. И сейчас под ней мою полы. Вы бы уже с Симбой спать ложились, дойцы. Давай нормально постелим. Глянь, глянь, зовет тебя. Трогает лапкой. А, он поиграться хочет, понятно. Надо дать игрушечку какую-то. В общем, Симба, это Алискин кот. Стопроцентный, как батон Катин. Расскажи, как самочувствие. Хорошо очень. Прям очень хорошо? Но температуру Алиса не ощущает. Вот эту 37,5. Мы перед сном, как всегда, в Самсунге сидим. Да? Да. Но сегодня, тьфу-тьфу-тьфу, Алиса хорошо кушает. Она съела весь суп, она съела всю запеканку. То есть, аппетит улучшился, а значит, выздоравливаешь. Мои любимые песни тут есть. Песни твои любимые? Начались песни в ТикТоке какого-то. Да. Песни твои любимые песни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok